Всем добрый день! Отпуск мой продолжается, и сегодня мы с вами продолжим прогулки по Анапе. Сейчас я на набережной, сзади меня как-нибудь море, но сегодня я не пойду по набережной. Мы с вами уже здесь гуляли, и я уже не один раз здесь гуляла. А мы сегодня с вами пойдем в сторону центра Старой Анапы. И начать я хочу с бювета. Ну вот так выглядит бювет со стороны набережной. Сейчас мы обойдем его, попробуем обойти. Нам лучше пойти. Вообще в Анапе 5 бюветов, но вот этот бювет на высоком берегу, это единственный бювет, в котором можно попить 3 вида воды. Семигорская, Анапская холодная и Анапская теплая. В остальных бюветах можно попить только минеральную, Анапскую холодную. Так, здесь входа нет. Сейчас мы с вами пройдем вокруг. И с центрального входа войдем. Насколько я поняла, сейчас здесь вода за деньги. Раньше можно было эту воду попить бесплатно. Ну вот сейчас мы с вами все узнаем. Здесь вот так уже прям вовсю все цветет. Буквально вот 3-4 дня тепло и все зацветает. Такие красивые. Даже не знаю, на что это. Ну это что-то типа вишни может быть. Не знаю, черешни. Не знаю. Это коктейли есть. Ну, со своими стаканчиками строго. Здравствуйте. Спасибо. Доктор Вадимир Адольфович Будзинский. Основал в городе Анапе первое водопределение высокого класса. Вот здесь вот вода. Семьгорская холодная. Семьгорская холодная. Семьгорская холодная. Анапская холодная. Семьгорская теплая. Вот как я вам неправильно сказала. А нет, Анапская теплая тоже есть. Сейчас попробуем. Попробуем воду. Так, попробуем мы с вами Анапскую холодную. Вернее, продали стаканчик. Сейчас. Ну, я много наливать не стала. Сейчас попробую. Так, сейчас я воду допью. Пока мы с вами здесь посмотрим на эту красоту. Ну, здесь, естественно, рядом торговые ряды. Ну, что я могу вам сказать. Ну, да, с привкусом, с небольшим вода. Вот, Анапская холодная. Те, кто вот здесь рядом санаторий Русь приходят, я просто видела с книжками, приходят санаторными. Те воду здесь пьют бесплатно. А так, 15 рублей. Стаканчик дают. И можно выпить, попробовать две разные воды. Ну, больше одного стакана не рекомендуют в день пить. Можно купить с собой воду в бутылку налить. Бутылку тоже продают. Вот. Хранится, как сказали в холодильнике, двое суток. Ну, я слышала, что одни сутки. Ну, вот они говорят, что двое суток. Ну, вот так что. Вот, попробовали с вами Анапскую воду. Вернее, я попробовала, вам рассказала. Ну, вот прям рядом с бюветом здесь стоит вот такая достопримечательность. Вот так его покажу, потом подойдем, почитаем, что это такое. Древнегреческий склеп. Третье века до нашей эры. Археологический архитектурный памятник Боспорского царства. В 1908 году археологом Веселовским раскопанный около станции Анапской, перевезен на это место. Находится под охраной государства. Сейчас посмотрим, что там внутри. Ну, в принципе, ничего особенного. Но все равно интересно. Вот сохранена такая достопримечательность. Да, она находится под крышей. Ну, это понятно. Не так дождем заливала. Все-таки. Ну, вот, кстати, камень, видите, белый. Такой, возможно, он и рушится от дождей. Видите, какой камень. Так. Ну что? Ой, чуть не упала. Такая вот интересная старая штука. Видите, она даже стянута, чтобы не разваливалась. Так, и что тут сзади? В принципе, то же самое. Ну, а дальше мы с вами пойдем вот туда. Дальше мы с вами пойдем вот по такому скверу. А вообще вот это вот называется проспект революции. Ну, конечно, в таком нашем понятии, в московском проспекте, это что-то такое большое. Ну, вот, ну, здесь вот тут проспект такой. Все, и опять солнышко. Обещают жаркую погоду, но ветер. Ветер, я думаю, что вам слышно. Мои-то же сосны начинают зацветать. Здесь вот сосны все-таки хорошенькие стоят. Нет, вон там он сухая. Этот сквер высажен за 100 дней до начала Олимпиады в Сочи. Высажен волонтерами. Здесь даже где-то вот мы сейчас пойдем. Есть памятная табличка. Ну, вот совсем плохо. В сосне. Так как это, ну, близко к набережной, здесь, конечно, много санаториев по этому проспекту. А, вот, чуть не прошла мимо. Вот, смотрите. Ой, кисеныш спит. Аллея посажена волонтерами Анапы за 100 дней до Олимпийских игр 2014 года. Так, дальше у нас здесь идет... Что у нас здесь идет? А, аллея 40-летия Победы. Вот там в той стороне находится... Вот, может быть, видно вам парк воинской славы. Я уже туда не пойду. Я его вам показывала в самом начале своей поездки. Наверное, был первый парк, куда я попала, гуляя по Анапе. Вот, поэтому я уже туда не пойду. Я пойду в сторону центра. Мы сегодня с вами пройдемся по центру, по скверам. Я вам покажу. Вот здесь вот, смотрите, какие-то, видимо, старые дома. Сейчас мы посмотрим, что это. Еще видно с советских времен. Такие видно санаторного плана. Ага, голубая волна. Санаторий, скорее всего. Здания еще вот остались с советских времен. Детский санаторий, да. Кстати, я не помню, говорила я или нет. Подслушала я, так случайно, скажем так, разговор двух женщин. И одна-другая сказала, что Анапа, ну, город, подавали заявку на признание гордым курортом именно детским. И, к сожалению, статус детского города-курорта Анапе не дали. Вот. И вот они как раз сидели, рассуждали, говорят, да, раньше было много детских санаториев, лагерей. Но после развала Советского Союза все это было заброшено. И, я так понимаю, до сих пор не восстановлено. Хотя сюда, как я уже не раз говорила, очень много народа приезжает с детьми. Вот. Но, к сожалению, статус такой детского курортного города не дали. Ну, я надеюсь, что со временем здесь все-таки что-то поменяется. Вот. И все-таки восстановят именно детский курортный город Анапа. Ну, а теперь мы с вами пришли в сквер имени Машукова. Это считается такой центральный сквер. Здесь вот здание администрации города Анапа находится. И он не просто центральный, а он еще и самый притягательный. Особенно по вечерам. Здесь располагается каскад фонтанов. И вечером здесь играет музыка, светомузыкальные фонтаны. Этот каскад просто изумительный. Естественно, собирается народ. Пойдемте, пройдем только скады. Так, почему-то основной фонтан не работает. Может, это работает, конечно. Немножко подождем. Ну, вот заработал большой фонтан. Здесь находится часовня Оси и Пророка. Конечно, здесь летом, я думаю, что очень жарко. Стоят лавочки. Ну, можно вот туда в тень уйти, в принципе. То есть, такое центральное место, где есть детский парк рядом. Вот туда через дорогу и море недалеко. Поэтому здесь, мне кажется, всегда много народу и с детьми. Здесь можно покататься на самокатах, на велосипедах. Цветут цветочки. Давайте обойдем. О, опять заработал. Сейчас мы обойдем вокруг лаву. Пойдем с вами дальше. Следующий склер. Ну, вот, кипается. Ну, мы с вами идем дальше. Следующий склер. Мы не просто так пойдем, а пойдем по аллее звезд. Так, что у нас здесь написано. Вот так вот красиво. Так. 20-й открытый фестиваль кино. Стран СНГ, Латвия, Литва, Эстония. Киношо. Гран-при «Золотая лоза». Вот что. Так, дальше пойдем. Там еще есть. Посмотрим. Чьи звезды здесь еще есть. Седосеева, Шукшина, Лидия Николаевна. Кал Минш, Ивар Эдмунд. Кабо, Ольга Игоревна. Зайцева Людмила Васильевна и Семина Тамара Петровна. Пошла к следующему скверу, чтобы вам его показать. И на своем пути встретила вот такое интересное место. Это кафе «София». Не могла я пройти мимо. Люблю я такие места, но что делать? Вот здесь какая-то что-то завернуто. И вот, смотрите, театр Карабаса-Барабаса на гастролях в Анапе. Не могла я пройти мимо. Ну, естественно, это детский парк. Естественно, здесь есть скульптуры. Такие зоны, посвященные... Ну, специально сделаны для детей, скажем так. Не посвященные детям, а специально сделанные для детей. Ну, это сам Карабас-Барабас, Буратино, Тортила. Ну, тоже своего рода скверик, потому что вон там стоит лавочка, можно посидеть. Почему бы нет? Так что, пользуйтесь моментом, пока театр Карабаса-Барабаса на гастролях в Анапе. У нас с вами остался еще один сквер, который я хочу вам показать. Но сначала, вот тут недалеко, знаменитые анапские часы цветочные. Ну, я вам хочу сказать, что даже цветы еще не готовы к курортному сезону. Они показывают неправильное время пока. Ну, вот. Суть всего, они пока с полчетвертого. На самом деле, время только два часа. Вот, так что... Не очень у нас в этом году. У нас вообще. Она поготова к курортному сезону. Ну, наверное, что-то сделают все-таки, отремонтируют их, пойдут они нормально. Ну, а мы с вами идем вот туда. К памятнику Ленина, от которого начинается сквер Гудовича. Ну, вот отсюда начинается сквер Гудовича, фактически от центра. Здесь фонтан. Ну, вот из того, что я прошла здесь скверы, этот самый длинный. То на центра и до... Практически до набережной идет. Сейчас мы с вами по ней пройдемся. Ну, идти минут 30, естественно, я все снимать не буду. Ну, такие какие-то места интересные вам покажу. Пойдемте. Ну, здесь чуть написано. Какая-то табличка на памятнике. Сейчас мы почитаем. Памятник Ленину, 1985 год. Скульптор Тюринков, конструктор Куцер, Каджи Баронов, архитектор Гаврилов. Хранится на сутарском фото. Если честно, я до этого, сколько ходил мимо, я даже не обратила на это внимание. Здесь по скверу тоже вот такие вот указатели стоят. Зацветают деревья. Я хочу сказать, что, в принципе, сквер Гудовичи такой обычный городской сквер. Вот в самом начале здесь такая избушка на курьих ножках. Большая детская площадка. Не знаю, кто это. Вот, а так, в принципе, потом там. Вот эта дорожка посередине. Обсажена она в основном сослами, ну, какими-то цветущими кустарниками. Ну, пойдемте все равно прогуляемся. Особо охраняемая природная территория местного значения. Вот, где Гудовичи. Здесь есть детские площадки. Есть спортивные площадки. Есть эти площадки, вы знаете, вот где катаются на этих самокатах, на скейпордах, таких с горок. Ну, в лавочек. Вечером хорошая подсветка. То есть такая прогулочная зона, скажем так. А еще есть для настольного тенниса места, где можно играть. И вот эти вот, ну, вот эта площадка. Ну, вы поняли меня, вот такая. Впереди, в центре сквера, самый романтичный фонтан. Ну, я так считаю, в городе Анапа. Называется он фонтан влюбленных. Сейчас здесь играет музыка. Он, естественно, работает. А вечером он светомузыкальный. И, конечно, можно просто сидеть около него. Там качели, есть лавочки. А днем, да и вечером тоже. Дети в восторге от этого фонтана. Они там бегают сквозь него. Вот такие качели здесь стоят. Можно покачаться, посидеть. Ну, сейчас музыка перерыв. Можно побегать между струями. Вот такое замечательное такое место для отдыха. И днем, и вечером. Здесь в тенечке большая детская площадка. Это площадка, и можно посидеть. Лавочки есть. В общем, полное удовольствие для детей. На деревьях висят кормушки. Значит, по идее, здесь есть белочки. Голуби-то точно есть. И даже домики для белочек висят. Птички поют. И чем дальше от центра, тем ближе к морю, тем больше поют птицы. Слышите? Здесь меньше машин. И тише. А вечером так вообще, здесь когда идешь... Чем дальше от центра, тем вот чувствуется прям тише и тише становится. О, воробушка. Боржицы здесь кричат вечером. Но сейчас в нем их не слышно. Вот. Так, сейчас вот мы к этой стеле подойдем. Стелла. Такой самолет. Так. Корытину Андрею Сергеевичу посвящается. Ну, я так думаю, что... Наверное, летчик... Да, вон там еще какая-то табличка сейчас. Гаритин Андрей Сергеевич, 1903-1989. Главный инженер, гидроаэродинамик, конструктор гидросамолетов, МБР-7, Кур-1, ЛЛ-143, Би-10, Би-12. О, я думал, летчик. Вообще в Анапе много, много всяких стел, именно посвященных воинам и не только советского времени. Вот, видите, кормушки висят. Но белочки я ни разу не видела. Колубей полно. Ну и в конце сквера как раз установлен бюст Гудовичу. Сейчас мы с вами почитаем, заодно кто это. Вот. Так, я вам сейчас почитаю. Иван Васильевич Гудович, 1741-1820. Генерал-фельдбаршал, главнокомандующий русской армии, член государственного совета, сенатор. Разработал и осуществил взятие русскими войсками турецкой крепости Анапа Кавказский Измаил 22 июня 1791 года. Вот кто такой Гудович. Здесь вот в теннис играет, а это Кривический музей. Он стоит прямо в конце сквера. Здесь пушки, какие-то ядра. Что там написано? Музей. Ну и в конце сквера Гудовича я закончу сегодняшнюю прогулку по скверам города Анапы. Я надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо, что вы погуляли со мной, посмотрели это видео. Вы оставайтесь с меня на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся. Всем пока-пока.